нефть взлетела на 84 доллара за марку бренд всем привет вы находитесь на одном из лучших аналитическом канале канале о финансах экономики и фондовом рынке разберем в этом видео с вами основные инструменты на нашем российском рынке и в целом попробуем спрогнозировать что стоит ожидать от текущей следующей недели на наших основных инструментах кстати важное объявление всем кто писал мне с просьбой сделать акцию по закрытому телеграм-каналу я пошел навстречу и в пять раз снизил стоимость подписки на месяц на эту текущую неделю до конца этого месяца поэтому те кто успеет первым подписаться 20 человек будут подписаны по копеечной цене поэтому чтобы успеть подписаться переходите по ссылочке под видео на телеграм-бот и успейте сделать данную подписку закрытым телеграм-канале я показываю как учиться правильно торговать вот торговать в плюс вот обучаю это скажем данной торговли показываю технические моменты свое аналитическое мнение на текущий момент по бумагам различные то скажем технические моменты торговые идеи ну а также если я совершаю сделки также я пишу в этом закрытом телеграм-канале пошел вам навстречу успеваете первые 20 человек подпишутся по льготной цене мой канал помогает учиться зарабатывать на фондовом рынке но и традиционно мы с вами начнем с рассмотрением фьючерса на нефть марки бренд здесь все точности идет по той аналитики и той торговой формации технической которая давалась на этом канале кстати кто хочет успеть забрать карту тиньков с выгодными условиями по акции до конца данного года то есть до конца этого месяца а именно потратив первый и второй месяц после получения карты по 4000 рублей в каждый из этих месяцев вам обратно вернуться по две тысячи рублей то есть первый месяц после получения карты стали 4000 вам возвращают две тысячи рублей кэшбэка на карту и во второй месяц тратят 4000 вам также возвращают две тысячи рублей на карту для тех у кого еще данной карты не было поэтому прямо сейчас проходите по ссылке в описании под видео и успеваете заказать карту с таким крутым приложением по данной ссылке к тому же у карты очень много преимуществ а это и без комиссии переводы на другие карты банковские льготный период до 55 дней ну а также кэшбэк с каждой покупки дополнительно до 30 процентов баллами поэтому прямо сейчас проходите и успевайте подписываться заказать данную карту я естественно карту сразу же заказал и уже ей достаточно большое количество совершая покупок ну а по нефти мы видим точный расклад который я обозначил своих предыдущих видео кто подписан на этот канал конечно же убедился в том что здесь аналитика самая лучшая из всех представленных каналов поэтому чтобы не пропускать ежедневные выпуски обязательно подписывайтесь на этот канал чтобы быть в курсе всех финансовых событий а также основных инструментов на фондовой бирже что говорилось на этом канале у нас есть уровень 83 который я говорил при пробитии отправит котировки нефти на уровень 76 в итоге мы ответили уровень 76 все точности как я предполагал и далее я сказал после этого уровня должны ответить вот эту поддержку которая была и уже стала сопротивлением на уровне 83 мы точности пришли на это сопротивление от тестили его и я говорю что ниже 76 я считаю нефть не пойдет ведут тех событий которые происходили на рынке веду эмбарго на нет которое было введено веду снижение отгрузок российской нефти все это конечно будет давить на рынок нефти и так скажем ускорит рост нефтяных котировок и я говорю что мы 83 уровень пробьем судя из той формации который у нас фарм сформировалась а это двойная впадина либо то скажем чашка с ручкой в закрытом телеграм-канале мы этот паттер очень часто отрабатываем вот на бумагах на рубль-доллар вот это еще одна причина то скажем чтобы обучаться да я выкладываю обучающие ролики в закрытом телеграм-канале вот как правильно данной формации отыгрывать вот и мы видим что у нас формировалась данная формация и цель которой я уже говорил это уровень восемьдесят восемь восемьдесят девять и мы видим как нефть пробивает данное сопротивление на уровне 83 и уходит вверх то есть здесь вся это скажем техническая картина которая обрисовывалась на этом канале она полностью четко в точности по уровням отрабатывается и а я размещал свою закрытом телеграм-канале сделку именно то скажем по нефти до указывал уровень от которого нужно пробовать в лонг со стопом и эта сделка она техническая она полностью отработалась мы достигли как раз таки от тех значений которые там указывались поэтому по нефти все идет соответствие с логикой и соответствие с техникой и той логика которая рассказывать вам на этом канале что-то скажем повлияет на рост нефти почему нефть ниже 76 долларов за баррель марки бренд у нас не уйдет также я хотел сразу затронуть тему они резидентов очень часто задают мне в личку данный вопрос вот и здесь хотел бы сразу же обозначить у нас здесь есть две категории нерезидентов это дружественный стран и нерезиденты из недружественных стран все мы с вами прекрасно помним что нерезиденты из дружественных стран были допущены еще в сентябре и мы с вами не увидели какого-то обвала на нашем рынке что касаемо нерезидентов из недружественных стран то как уже сказал президент данные ограничения которые были ранее введены на недопуск нерезидентов торгам они будут они продлины на весь 23 год соответственно здесь можно быть в этом плане спокойным да но опять же нужно мониторить новостную линей ленту да вдруг то скажем какие-то будут внесены изменения но пока что в этом плане ну наверно беспокоиться не стоит мы все с вами прекрасно помним та же самая то скажем рынок исландии дан в годах так то скажем в 2000 2000 годах да и рынок исландии как раз таки и состоял практически из одних нерезидентов и когда вот случился в коллапс экономический до кризиса в исландии то правительство исландии также вели ограничения вспоминаем да когда не резидентом просто не вот не давали возможности выходить и вот этот кризис он продлился вот это сдерживание нерезидентов она продлилась вплоть до 21 по моему года если я не ошибаюсь то есть вот настолько продлилась данное ограничение представьте да на более чем 10 лет растянулась вот это ограничение вот соответственно и на нашем рынке я не думаю что будут так скажем обрушивать наш рынок и каким-то образом открывать дорогу для недружественных нерезидентов скорее всего эта ситуация она продлится даже более чем на один год возможно на несколько лет и и растянут чтобы поддержать наш фондовый рынок в любом случае на 23 год можно про это пока что забыть ввиду выхода иных то скажем каких-то новостей то есть нужно в любом случае мониторит различные новостные линейки и придерживаться как раз таки этого плана поэтому здесь можно пока быть насчет нерезидентов недружественных стран на мой взгляд спокойными по разному рынку никаких практически изменений сейчас у нас не происходит у нас рынок стоит на месте есть некоторые скажем понижательная дан тенденция с визитом с выходом из бумаг некоторых а спекулянтам мы видим как падает ликвидность на нашем рынке мы видим как статистика из той же и мост бирже показывает нам снижение активности те же самых физиков многие физики просто-напросто вышли из бумаг но и конечно же это тем образом связано что я неадекватно говорю что под конец года у нас в принципе многие игроки фиксируют свои позиции и кто-то уходит в валюту ну а кто-то просто переходит в более то скажем надежные то скажем без рисковые активы на тот же самый накопительный счет дан в банке и так далее вот поэтому я не ожидаю под конец года тем более на этой текущей неделе до следующей до конца этого года какие-то сильных движений да скорее всего рынок будет постепенно сползать вниз я как уже говорил да на и московской бирже а был ожидал бы поход индекса вот в этот уровень это уровень 2000 то есть я о этом уровне уже говорил свои все по практически свои последние видео то есть есть вот такая вот зона у нас которую я показывал до верхняя граница у нас находится как раз таки вот в этом уровне на который мы опускались на гэппе лукойла но и соответственно мы с вами наблюдаем как верхняя верхняя точка данной зоны на отыгралась и соответственно я бы ожидал поход до конца этого года может в начале следующего года потому что там есть тоже некоторые сигналы на то что валюта также будет укрепляться по отношению рублю рубль будет девальвироваться на фоне то скажем заявление тоже рейтер сада что нефть будет то есть объем поставки нефти из россии будут снижены на 20 процентов соответственно экспортерам нужно будет как-то компенсировать данные то скажем снижение объемов тем самым будут девальвировать рубль делать прогнозы какие то сейчас опять же по валюте дело абсолютно неблагодарное но мы видим что когда нужно то скажем быстро повысить курс для того что компенсировать какие то там скажем снижение то скажем объемов до поставки энергоресурсов экспортером то мы видим что это делает просто в один день либо в два дня то есть моментально поэтому мы с вами можно только прогнозировать ослабление рубля на соответствии с теми факторами которые мы сейчас наблюдаем это и снижение поставок объемов нефти до нашей российской чтобы компенсировать объем это скажем экспортером конечно девальвирует рубль это и снижение экспорта по отношению к импорту да то есть выравнивание торгового баланса если раньше у нас импорта на много раз так скажем был меньше чем экспорт соответственно у нас был разрыв большой в торговом балансе и соответственно у нас рубль укрепляться сейчас же когда идут так скажем разговоры о снижении столь значительного объема поставки энергоресурсов за границу в том числе снижение вот на 20 25 процентов уже в декабре текущего месяца да и как ожидают в январе следующего года соответственно конечно же здесь идет очень большая просадка в экспорте соответственно идет выравнивание между экспортом и импортом эту ситуацию также разъяснял нам министерство разъяснял на министерство финансов в связи с выравниванием то скажем экспорта и импорта как раз таки идет укрепление доллара и по отношению к рублю также есть некоторые моменты в том что у нас в принципе всегда в концу года валюта укреплялась да и рубль ослаблевал вот но и соответственно вот эти все факторы сложить если воедино то они и приводят как раз таких с ослаблением рубля но и также набиулли нам говорил о том что в принципе рубль будет ближайшее время ослабевать а по отношению к валюте но и еще один момент какой важный да это конечно же возобновление бюджетного правила которые возможно будет в начале 2020 года как говорил тоже силуанов скорее всего будет применяться бюджетное правило если будет применяться то в основном конечно же это будет покупка юаня да так как в принципе не особо целесообразно сейчас возобновлять покупки доллара и евро в резервы да все мы с прекрасно с вами понимаем как это отражалось в ранее и как были заморожены данные резервы в столь значительных объемов на сегодняшний момент еще часто меня спрашивают знаете по компаниям да если мы смотрим допустим тоже финансовый сектор что что лучше у нас сбер или втб естественно лучше конечно же втб втб груз сбербанк по отношению к втб у сбербанка мы сейчас с вами видим что и конкуренция в общем ушла да это и уход различных айти компании айти специалистов соответственно сбербанк сейчас уже переклафицировался из банка в айти компанию да по большей части соответственно сбербанка сейчас основном нет конкурентов в этой сфере и у него огромный плацдарм для развития данных то скажем площадок да и показывания своих преимуществ вот втб же если мы с вами рассматриваем дан то он перестал платить по своим субордом а значит есть некоторые проблемы с капиталом поэтому здесь возможно и сводится смотреть не сами акции но а покупка ты же самых субордов до которые достаточно с большим дисконтом торгуется если мы опять же смотрим с вами энергетический сектор газовые компании и газовой компании то конечно же на первом месте это новотек который представлен и более независим до под влиянием какие-то геополитических рисков дан от того же самого газпрома но газпром опять же сейчас торгуется на тех минимальных отметках уже да и которые инвестиционно уже более то скажем менее привлекателен мы все с вами понимаем что очень долго налаживалась реализация в европу да и строительство потоков по газпрому соответственно и большая часть выручки до 45 процентов у нас было по газпрому как раз таки от реализации в европу но здесь не нужно забывать что и выручка за второе полугодие от данного года до может показать достаточно неплохие результаты так как если мы допустим ту самую европу поставляли по 300 тире 200 300 тире долларов да за кубометр да то нужно полагать что газпром даже сейчас постов по спотовым ценам он продает намного намного дороже то есть это поставка недопоставка до в европу по фиксированной цене по контрактной цене она может компенсироваться тем самим большими объемы по спотовым ценам и сейчас мы все с вами прекрасно понимаем что и европа и отдельные страны европы испытывают некое то скажем ресурсное голодание вот который свинтили цены на те же энергоресурсы для себя отказавших от российских энергоресурсов про ну более там чем в 10-20 раз вот поэтому я думаю что он и богат прому все будет ближайшее время нормально я не говорю сейчас от это долгосрочных планах так как переориентация на другой рынок тоже самый европейский север поиск европейского рынка на азиатской это строительство и инвестиционные планы да и строительство новых потоков в азию да это конечно же долгосрочные затраты вот и газпром уже утвердил данные инвестиционную программу да на несколько триллионов но в любом случае данное финансирование может финансироваться за счет тех же самых участников которые будут инвестировать проекта те же самые азиатские компании это может быть компенсированы за счет выпуска облигаций да вот и я не думаю что вот эту чистую прибыль которую получит газпром допустим за 2 полугодия они будут направлены как раз таки на какую-то инвестиционную деятельность по большей части скорее всего и по газпрому за 2 полугодия будет большая вероятность что дивиденды пусть даже небольшие но в любом случае как говорила не газпром он приверженец дан постоянства в виде выплачивания дивидендов хотя во втором полугодии и было то скажем некоторые манипуляция с отказом за 2021 год в дивидендах но я думаю что в любом случае газпром неплохая перспектива на среднесрочной базе да то есть на 2023 год за зимний период этот я думаю что он все таки газпром заработает неплохую выручку дан неплохую чистую прибыль за счет которой он сможет выплатить какие-то дивиденды за второе полугодие любом случае сейчас тоже 160 65 цена это достаточно очень хорошая да нежели ранее когда был газпром выше 200 около 300 200 250 до я говорю что там покупать его нецелесообразно и даже мы сейчас видим что цена торгуется без дивидендов которые на которые многие уходили по цене свыше 200 сейчас а без дивидендов привлекательно довольно таки цена на сегодняшний момент вот так же достаточно интересный сектор это конечно же сектор удобрений и в нем более так скажем интересно представлена компания фос агро которая в принципе также на достаточно неплохих уровнях сейчас торгуется вот но в любом случае по бы любой бумаги вот в любом инструмента на фондовом рынке есть риски об этом нужно всегда понимать если мы с вами в принципе будем рассуждать в плане инвестирования то конечно же в кризис как мы все с вами знаем а кто не знает открывается самые лучшие возможности да если у тебя опять же не самый худший актив так как многие то скажем физические лица да и юридические лица застряли тоже наших бумагах основных там сбербанк то же самое свыше 200 газпром свыше 300 то здесь нужно понимать если тебя не самые худшие активы то не все потеряно все рано или поздно отрастет но и будет каким-то образом возмещаться за счет тех же самых дивидендов которые рано или поздно ну по истечении там 2000 до 3 года конечно же будут выплачиваться если не будут никаких негативных новостей и развития событий с геополитической точки зрения все мы с вами прекрасно помним что помним что можно было то же самый кризисный момент после февраля дать кучего года неплохо купить и о фзшки которые были обрушены просто-напросто в более чем в 12 раз мы это можем с вами увидеть по индексу rgbi который отражает настроение до инвесторов на рынке офисе и вот в этом месте конечно же да можно было купить достаточно по неправильным неплохим ценам с большим дисконтом нашим офисе государственные до которые давали доходность очень даже неплохую но а офисе в отличие от бумаг они конечно же от от акции да они являются достаточно консервативным вложением и достаточно менее рискованным да хотя и у фзшки тоже имеет свой риск мы об этом с вами уже неоднократно обсуждали но у фзшки в отличие от акции те же самым имеют то скажем достаточно низкую риск низкий риск да и соответственно при кризисных явлениях фазы становится достаточно привлекательным инструментами для инвестирования в них дан здесь имеется ввиду и среднесрочные бумаги да и долгосрочные хотя корреляция в данных именно именно тело самой стоимостью фазе у длинных офисе она достаточно волатильная ну а если смотреть по нашей экономике то в проблемы в экономике и в российской и в мировой могут начаться в середине следующего года ведь все мы с вами знаем что критическая масса вот этих убытков и то же самое убытков американских крупных корпораций компании да она может нарастаться и нарастается накапливается понемногу да нет такого чтобы что-то нарасталась там единовременно да как правило эти проблемы в экономике они нарастают по по возрастающему до накапливается накапливается и соответственно после того как накопится данная проблема воедино да она ломает ту или иную то скажем систему вот соответственно то ресессия который многие говорят и в сша до связи с взвинчиванием инфляция связи с поднятием ставки более агрессивной да она может отразиться как раз таки постепенно накапливаться да и выстрелить можно на как раз таки где-то в середине 2023 года и вот те самые проблемы в экономике они как раз таки могут возникнуть где-то ну в середине следующего года поэтому если опять же разбиваться по секторам то я во вчерашнем видео уже озвучил в плане металлургов и угледобывающей компании да свое мнение если мы смотрим финансовый сектор то конечно же если выбирать между втб и сбербанком я бы больше акцент ставил на сбербанк может ли сбербанк следующем году концу года стоит 200 до вполне вероятно я об этом говорил вот если сбербанк поддержит будет поддерживать ту прибыльность который показывает уже до за текущие месяца кущий квартал то соответственно данное нарастающие данный нарастающий эффект будет отражен в конечной прибыли за 2023 год что может составлять более одного триллиона рублей то есть сбербанк может уже концу 2023 года вернуться на то прибыльность который он показывал лучшую прибыльность 1 3 триллионов за 2021 год но соответственно и дивидендная политика может пересмотр будет будет пересмотрена в лучшую сторону и может уже перейти к двузначному значению в 2024 году поэтому если мы рассматриваем сбербанк опять же то какие целевые ориентиры вполне вероятно можно перед собой ставить тем более сбербанк более волатильная бумага и торговать intraday я на ней в основном и торгую да потому что достаточно неплохую и ликвидность стакане мы имеем хотя в лучшие годы когда у нас были нерезиденты более 50 процентов можно сказать ликвидность создавали краски нерезиденты сейчас мы видим достаточно узкий спред торговли в стакане дан и как раз таки за счет того что у нас нерезиденты недружественные страны не торгуют это и англия и америка европа дан который составляет большую часть нашего то скажем формировали большую часть нашей ликвидности в стаканах соответственно сейчас мы видим такое снижение волатильности но даже при текущей волатильности на таких ликвидных бумагах как сбербанк можно просто допустим достаточно неплохо торговать и объемы миллион два три вполне вероятно реализовывать за доли так скажем минуты да да за секунды даже да просто по рынку вставят свои заявки вот поэтому но опять же кто говорит что торгует ежедневно да здесь нужно понимать что те если торгуют люди то своими ежедневно пялись в монитор то скажем каждую минуту до интернет щеки с скальпинг да ну скальпинг можно сказать сейчас уже отпал потому что нету ликвидности в тех же самых индексах да то же самое взять фьючерс на индекс ртс нет той ликвидности который бы съедал бумаги сидал те заявки которые просто момента раньше уходили до миллионы это скажем заявки сейчас скальпинг уже отпал потому что невозможно на таком низ коллективном рынке скальпировать и самые фьючерсы вот но и многие то скажем кто торгует и течение дня то скажем они перегорают но через года примерно два через три соответственно если вы выбираете данную политику торговать там нет интердей то у вас просто это желание отпадет через два-три года напрочь потому что но есть такой опыт у многих дан инвесторов спекулянтов и трейдеров сейчас опять же мы имея ввиду краткосрочной торговли то здесь имеется конечно ввиду спекулянты вот поэтому здесь нужно понимать что для скальпинга рынок сейчас конечно же умер и среднем это средняя торговля это интродей вот как минимум но а а инвестирование долгосрочном сейчас конечно той же не стоит говорить потому что у нас мир меняется по щелчку да и все бумаги несмотря на долгосрочный допустим ростом год два рано или поздно просто наш рынок обрушивается мы это сами убеждались в этом уже не раз вот и на протяжении допустим каждое десятилетие рынок у нас испытывает кризис и обрушивается на свои лаи это тоже нужно понимать если мы видим речь ведем о долгосрочном инвестировании вот ребят в принципе такое видео на наш рынок подписывайтесь на канал ставьте лайки но а тех для тех кто хочет зарабатывать вместе с нами вступайте до конца это два месяца в телеграм-канал по копеечной цене с вами был матыш и всем хорош торгов увидимся с вами завтра всем пока пока а